О самых громких делах и расследованиях пойдет сегодня речь в нашей программе. Это потому что 25 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов следствия. И в нашей студии старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Чувашии Олег Дмитриев. Олег, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. С праздником. Спасибо. Я знаю, что каждый год к этой праздничной дате Следственный комитет подводит итоги работы полугодия. Вот это полугодие каким стало по сравнению с прошлым и вообще? Ну, работа велась интенсивно. По-прежнему большое количество доследственных проверок проводилось следователями Следственного комитета в Чувашии. Если обратиться к цифрам, то более 2000 доследственных проверок было проведено. По их результатам было возбуждено более 760 уголовных дел. В суды направлено для рассмотрения по существу около 600 уголовных дел. По направленным в суд уголовным делам была установлена такая сумма, причиненная ущерба, как более 350 миллионов рублей. Из этой суммы, и это приоритетное направление деятельности следователей, было возмещено более 255 миллионов рублей. Также в целях возмещения ущерба, чтобы защитить права потерпевших, по ходатайству следователей судами был наложен арест на имущество фигурантов уголовных дел на сумму более 30 миллионов рублей. Работа в этом направлении, конечно, будет продолжаться и в дальнейшем. Если проанализировать, вот преступления, которыми занимается следственный комитет, стали совершать больше, меньше или примерно на том же уровне? Ну, начну, наверное, с таких наиболее опасных преступлений против личности, которые расследуют следственный комитет. Это убийства и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. В первом полугодии 2019 года было зарегистрировано 28 убийств и покушений на убийство. Эта цифра соответствует аналогичному периоду прошлого года. Но я могу сказать, что ранее таких преступлений совершалось гораздо больше. Поэтому здесь, наверное, можно сказать, что субъекты профилактики таких преступлений работают достаточно эффективно, с тем, чтобы не допустить повышения вот таких особо тяжких преступлений. А если обратиться к такой категории, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельными исходами, ну, по сути, наказания такие же, как за убийство. Результат такой же – человек погибает. Вот с такими, количество таких преступлений удалось снизить на треть. Всего зарегистрировано 11 преступлений против 17 за аналогичный период прошлого года. И также могу сказать, что в предыдущие годы таких преступлений совершалось гораздо больше. Если из того вспоминать, что недавно буквально обсуждала вся республика, вот тот случай, когда на бригаду скорой помощи напали, какие решения есть уже по этому делу? Что касается этого уголовного дела, действительно приобрело большой общественный резонанс на уровне страны. Дело сейчас пока расследуется. В отношении фигурантов избранные меры пресечения устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как вы помните, по одному из фигурантов было установлено, что ранее он также привлекался к уголовной ответственности. В отношении его были возбуждены уголовные дела органами внутренних дел. Сейчас также установятся и обстоятельства других преступлений. И, конечно, как только мы предъявим окончательное обвинение, направим дело в суд, общественность об этом узнает. Если здесь мне, как представитель общественности, все примерно понятно. Но я на видео видела, кто действовал, каким образом. Другое дело, когда маленькая девочка, выходя из подъезда с мамой, упала в люк незакрытый, около прям подъезда, вот здесь вот тоже, здесь как-то тоже можно будет установить, кто виновен, кто виновен. У нас уголовное дело, следственный отдел по Калининскому району города Чебоксары возбудил уголовное дело в отношении конкретного лица сотрудника акционерного общества «Водоканал» города Чебоксары по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса это оказание услуг и выполнение работ не отвечающих требований безопасности. В рамках расследования уголовного дела будет дана также правовая оценка и другим ответственным должностным лицам этого предприятия. И при наличии оснований также будет дана соответствующая оценка и квалифицированы их действия, если их действия содержат признаки какого-либо уголовно наказуемого деяния. Я понимаю, что рано говорить, действительно, есть ли там какие-то состав преступления, или как это правильно называется языком. Ну, то есть, фактически, люк все равно должен был бы быть закрыт, наверное. Ну, конечно, вы видели, канализационный люк находится прямо у выхода из подъезда в доме, где живут люди. Конечно, работники должны были оградить. В любой момент это происходило днем, это не ночью. Но даже и ночью, если в любой момент это не закрытое какое-то помещение, откуда не могут выйти люди, в любой момент оттуда могли выйти кто угодно. Еще один пример приведу. В воскресенье, 11 марта, наша съемочная группа экстренно выехала в район, там частично обрушилась школа. Конечно, я все понимаю, школа старая, конструкции, да, обрушение. Ну, вот здесь вот тоже, здесь что-то уже известно, кто-то понесет наказание? Это действительно произошло, слава богу, в воскресенье, выходной день, когда... Да, буквально еще в субботу шли занятия, в понедельник должны были. И в понедельник, в воскресенье, когда не было занятий, произошло обрушение школы в деревне Большой Ичаки. Дело уголовное возбуждено, пока расследуется по статье 293 Уголовного кодекса, халатность. Сложность в расследовании этого уголовного дела состоит в том, что здесь необходимо провести судебную, строительную, техническую экспертизу, которая назначена и сейчас проводится с тем, чтобы установить конкретного должностного лица, которое, по чьей вине, и произошло вот это событие негативного плана. Здесь могу сказать, что пока обвинение никому не предъявлено. Но после этого события руководитель следственного управления встретился с главой Чувашской республики Михаилом Васильевичем Игнатьевым. И между ними была достигнута договоренность о том, что будут проверены все образовательные учреждения, расположенные на территории Чувашской республики, с тем, чтобы не допустить подобных происшествий впредь. То, что всегда волнует общественность, это, конечно, тема коррупции. Вот здесь вот как сработали за это полугодие следователи? Какой здесь результат есть? Здесь могу сказать, что работа в этом направлении, она продолжается активно во взаимодействии со всеми заинтересованными структурами. Это, конечно же, прокуратура Чувашской республики, управление ФСБ России по Чувашии, МВД России по Чувашской республике. Но из наиболее громких уголовных дел, наверное, можете вспомнить, что это был вынесен приговор недавно в отношении бывшего главы города Чебоксара Ирины Клементьевой, которой назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Недавно было возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного сотрудника Министерства природы Чувашской республики. Сейчас это уголовное дело, расследование этого уголовного дела продолжается. Также широкий общественный резонанс получили уголовные дела в отношении одного из также высокопоставленных сотрудников управления ГИБДД по Чувашской республике. Обстоятельства этих преступлений устанавливаются, и обязательно до сведения общественности о результатах расследования этих уголовных дел будет доведено. Ну что ж, спасибо. Но в профессиональный праздник у меня на самом деле только одно пожелание, чтобы преступлений было меньше, а раскрываемости выше. Спасибо, Ольга. Я напоминаю, в нашей студии был старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России Почуваш Олег Дмитриев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова